Добрый день, меня зовут Анатолий Смелянский. Я хочу сегодня представить одну из своих последних программ. Она называется «Художественный театр. Два Олега». Это, естественно, Олег Ефремов и Олег Табаков. Два Олега, которые вели за собой и театр, и школу-студию почти полвека. 40 лет из этого полувека я был рядом с ними. Ну и хотел бы сопроводить этот фильм, который возник-то вообще на самом деле из моего вечера, который когда-то была встреча с публикой на новой сцене МХАТа в прошлом году. Вот из этого самого вечера мы что-то произвели. Есть такое понятие в киноиндустрии, ну оно везде теперь идет, и в литературу, и везде вот такие флешбеки. То есть такие яркие, неожиданные, случайные воспоминания о прошлом, которые меняют конструкцию, свет, запах времени, ну дают что-то вспомнить. Вот несколько таких флешбеков, ну в дополнение к тому, что вы увидите в этом фильме «Два Олега». Там я комментировать фильм не буду, он сам за себя говорит. Значит, у них, конечно, и у того, и у другого были свои флешбеки. Я в юности с ними вместе не был в современнике, у меня этих воспоминаний не было. А у них, конечно, было, потому что оба они из школы-студии, оба они в середине 50-х годов так или иначе оппонировали художественному театру, потому что современник был вызовом художественному театру. И их флешбеки так или иначе были связаны потом уже с тем, что им предстояло в жизни произвести, сделать. Оба они занимались почти безнадежным занятием, хотели реанимировать, возродить Московский державный, Московский художественный академический театр Союза СССР имени Горького в нечто органическое, нормальное, естественное, свободное. И вот вспоминая эти флешбеки, связанные с этой регенерацией, что ли, МХАТ и СССР имени Горького, вот вспоминаю период конца 90-х годов, это уже перед уходом Ефремова, когда мы готовились к столетию, он стал все время думать, ну как провести этот праздник, чтобы не опозориться, не привратить, не приватизировать это столетие художественного театра, а не начать гордиться, у нас это очень принято, и получать награды, призы, там, и бог знает что. И однажды мне говорят, ты знаешь, я все-таки вот понял, что мы должны проводить этот праздник не как праздник нашего театра или там Доронинского театра, они свой ведь проведут юбилей столетия. Это не наш праздник. На самом деле это праздник тех людей, которые придумали художественно общедоступный театр в конце 19 века и сделали из этого вообще-то мировое событие. Вот это их праздник, им это надо посвятить. Как бы снимая с себя всякого рода ответственность за этот юбилей. А мы тогда готовили в художественном театре, завершали издание собрания сочинений Станиславской, я был главным редактором, и мы подготовили том писем советского времени. Ну, сами понимаете, это 90-е годы, абсолютная свобода печати. И, конечно, все, что было в архиве, что можно было опубликовать и дать публике, мы, конечно, дали. И он мне однажды спросил, Олег Старший, Олег Николаевич, ну что там вообще, что-то имеет к нам отношение? Да все имеет, Олег, все имеет. И одно письмецо ему прочитал, которого я сам в 80-е годы, когда делился МХАТ, не знал. В декабре 1935 года Константин Сергеевич, уже находясь, собственно говоря, в Леонтьевском и прекративший посещать художественный театр, но получал всякую информацию, огорченный делами, которые там творятся в художественном театре, в проезде художественного театра, он решил написать письмо Сталину. Вот это письмо мы опубликовали тогда, это было примерно 1999 год, то есть буквально через несколько месяцев после юбилея. О чем просил Станиславский Сталина, занятого вопросами всемирно-исторического значения? Ну, без этой прискости, конечно, письма ему не посылались. Чем он его хотел озаботить? Тем, что в художественном театре происходит чудовищный раскол труппы. Олег сразу взбодрился. Одна группа артистов, которые, вообще-то говоря, не способны работать в художественном театре, по уровню своего дарования не отвечают этому художественному театру, подрывает театр, сокрушает театр, и он просит вождя народов разделить как-то труппу художественного театра на художественный театр и на тот театр, который Станиславский называет производственным. И тот театр разместить в филиале или еще где-нибудь, освободить художественный театр вот от этой борьбы. Ефремов, конечно, был поражен этим письмом и думал, наверное, что вот бы хорошо было ему иметь такое письмо, когда он разделял художественный театр, но ничего этого не произошло, можно было только повздыхать. Через несколько месяцев Олега уже не будет на свете. В театр придет Табаков, другой Олег, у которого было свое представление, как надо возрождать этот театр, причем, я бы сказал, такое интуитивное, не то чтобы он никогда не руководил крупными театрами, он никогда этим не занимался, но у него был опыт западного человека, дельца, он сам себя однажды назвал. Ты думаешь, я Обломов, я Штольц. Он попытался осуществить, как-то соединить странным и непостижимым образом вот это стремление к абсолютной внутренней свободе внутри театра, в отношениях с актерами, в отношениях репертуара, в отношениях режиссуры и так далее, с желанием и способностью быть в ладах, ну, как у Пастернака, хотеть, в отличие от хлыща, в его существовании кратком, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Вот хотел заодно с правопорядком абсолютно отстоять свою внутреннюю свободу. И надо сказать, что в каких-то основных проявлениях, а в чем это вообще внутренняя свобода в театре проявляется? В свободе составления труппы, актерской труппы, приглашения артистов. А Табаков стал, как и Ефремов, конечно, но у него было огромное отягощение труппа, которое он не мог поделить. Кстати говоря, прочитав то письмо Станиславского, я забыл сказать, он говорит, если бы у меня было тогда это письмо, я бы всех перевел на контракт, и не нужно было бы вообще разделять художественный театр. При контракте проблема численности труппы – это проблема художественного руководителя, проблема того, кто ведет этот театр. Так вот, Табаков ведь совершил в этом смысле, постепенно, интуитивно совершил реформу взаимоотношений с труппой. Остались только те, кто хотел остаться, и кого Табаков хотел в этом театре видеть. Уходили, приходили, началось движение, начались приглашения актеров из других театров, из табакерки, естественно, и так далее, и так далее. Режиссура, да, иногда ошибался и так далее, но вообще все приглашения, начиная с начала 2000 года, от Машкова до Женовача, Шапира, Кирилла Серебренникова, и до Бутусову, потом Богомолова, Рыжакова, Писарева, Димы Крымова – это все табаковское решение. И это он был абсолютно один, ни с кем не советуясь, ни с кем не ругаясь, ни с кем не споря, опробовал актеров и режиссеров художественного театра, тех, на которых пойдет публика. Вообще говоря, слово «успех», я уже говорил об этом, о фильме об этом рассказываю, это его основное слово, без успеха нет театра. Поэтому считал началом своего удачи, своей продюсерской жизни, это номер 13, да. 16 лет этот Шлягер кормил театр, и он считал это камертоном его продюсерского успеха. После этого можно было бы ставить элитные спектакли на малой сцене, на новой сцене, даже на большой сцене иногда рисковать, но публика уже пришла в этот театр, и это было очень важно. Табаков ведь через 10 лет после того, как он возглавил художественный театр и стал вести его как продюсер, западный, современный, европейский менеджер, он решил учредить Морозовский знак в художественном театре. Что такое Морозовский знак? Коля Симонов, наш художник, нарисовал такую красивую спираль, серебряную, с бриллиантиками. Олег это все утвердил. Давай будем награждать этим знаком людей, которые помогают художественному театру. Одно из первых дел, поскольку у нас рядом с нами одного Савва Морозова не было, а было там несколько человек, которые стали помогать, это, конечно, табаковская способность, как вам сказать, быть самому, сам себя сделал Морозовым, добывал что угодно, добывал государственные дотации, государственные деньги, муниципальные деньги, городские деньги, областные деньги, всех своих приятелей, помощь. Вот надо их награждать, надо их, чтобы они поняли, что не зря вкладываются в это дело, что их запомнят Россия и так далее. И вот появился этот Морозовский знак, и очень красивый. А потом он говорит, нет, мы знаем, мы не всем будем раздавать, знаешь, это уникальная вещь. Потом я из своего кармана плачу, давай сделаем 10 знаков, февраляк, ну 10 маловато, а потом же надо будет потом давать, у тебя их не больше. Нет, нет, 10 не больше, вот тем самым-самым, кто нам помогает и так далее. Самые известные бизнесмены и службы там в России. Когда стали звать и зазывать на первую церемонию награждения, к моему великому удивлению выяснилось, что далеко не все дарители и покровители хотят публично признаваться в этом. Олег говорит, ну ты не понимаешь, Толяш, ведь дело в том, что деньги любят тишину, а знаешь, у Станиславского есть такая фраза, что нам Савва Морозова послала судьба-боловница. А в России судьбу-боловницу можно спугнуть мгновенно. Поэтому, ну кто хочет, пусть приходит, а кто не хочет, мы ему так подарим, где-нибудь там внизу пообедаем в ресторане и подарим ему, вручим этот самый знак. Обсуждая Морозова, я ему как-то напомнил, что ты знаешь, когда он был директором художественного театра, а Станиславский и Немирович были как бы в его непосредственном, в содружестве, в подчинении, можно сказать, он поставил одно условие, будучи директором театра, никогда не пользоваться покровительством высшей власти. Поразительно это, конечно, в России, но так Морозов поставил дело. И они не пользовались покровительством высшей власти. Не пользовались даже тогда, когда они гастролировали каждый год в Петербурге, после Великого поста. Хотели оплачивать их гастроли, там помогать? Нет, 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 никогда. Сами хотели сохранить художественную свободу. Я в своей жизни никогда не был продюсером, когда пришлось стать в начале 2000-х годов вместе с Табаковым. Он стал худорком МХАТ, я стал на его месте, стал играть его игру, его роль, ректором школы-студии МХАТ и стал заниматься тем, чем я никогда не занимался. Я, конечно, от него многому научился, что надо было поставить школу на ноги, надо было, чтобы обеспечить людей, привести в порядок общежитие, общагу сделать, какой-то настоящий студенческий дом, пригласить педагогов новых, вообще обновить все, начать издавать книжки, которые мы хотели, материалами, которыми был замечательный архив Музея художественного театра. И в этот момент, ну, как всегда бывает, когда чего-то очень хочешь по-настоящему, ну, появляются люди, которые хотят помогать. И вот где-то, думаю, что лет 10-15 назад возникли взаимоотношения с благотворительным фондом Олега Дилипаски «Вольное дело». Не сразу, только тогда, когда поняли, что и мы что-то можем в ответ, и они могут что-то в ответ, и что нам интересно. Это сотрудничество, основанное только исключительно на каких-то достижениях и интересах. Начались взаимоотношения, и благодаря этому фонду «Вольного дела» сначала появились стипендии для актеров, стипендии для студентов самых лучших, потом для педагогов, потом полностью перестроили внутри общежитие, которое из общаги стало настоящим студенческим домом, потом студенты, выпускники, каждого курса, каждый курс стал ездить на гастроли по городам Сибири, 13 городов Кубани, молодой Мхат на Кубани. Потом мы стали издавать книжки, все при помощи фонда «Вольного дела», огромное количество книг по истории художественного театра, который я всегда, естественно, дарил Табакову. В конце концов, и все мои программы, вплоть до этой последней, художественного театра «Два Олега» вышло при помощи, вот этот проект весь осуществился при помощи фонда, благотворительного фонда «Вольное дело». И когда Олег на моем юбилее, когда мне было там 70 лет, на основной сцене, он в конце как-то попросил меня выйти, я сидел в ложе, и он мне, я не знал этого, вручил, у него, видимо, в запасе было, или один, или десятый, я не считал, вот этот самый Морозовский знак. Я, конечно, был чрезвычайно тронут, не ожидал, потому что это же не официальный орден государства, да? Это он сам придумал, это он сам спонсировал, это он сам утверждал в смысле художественного вида этого самого знака. И после всех этих разговоров, и лет, и годов прожитых в художественном театре, мне показалось это очень существенно, этот знак, как знак какого-то личного доверия, уважения к нашему общему труду. И вот я подумал, что, может быть, сейчас на фейсбуке МХАТа выйдет эта программа, два Олега, в преддверии праздника, который готовится на основной сцене художественного театра, я точно не знаю, когда он будет, если его пандемия не отменит, в честь 85-летия Олега, но у него было в августе, но он никогда в августе не отмечал, потому что людей в Москве театральных не было, отвечал всегда осенью. Так вот, если это так, и этот праздник все-таки состоится, я надеюсь, что он состоится, пусть эта работа в художественном театре, как бы Олега, будет моим ответом на тот морозовский знак своему другу Олегу Дабакову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok